Расскажи, как проходит этот сбор, он вообще чем-то отличается от предыгрывок? Ты чувствуешь, несмотря на то, что игр нету, что ты в этой сборной первый номер? Ну, сейчас тяжело сказать, первый номер, не первый номер. Прошло много времени, все прибавляют, плюс у нас всегда вратарей практически разные приезжают, поэтому конкурируем за первое место и нельзя сказать сейчас, кто первый номер. Но ты постоянно остаешься, ротация есть, но ты всегда составил, кроме первого. Ну, на первый сбор я не приехал вообще, когда собирался, поэтому это ничего не значит. Это твое отношение ко всей ситуации, что мы не играем. Вот вчера должны были играть уже с Польши, как ты для себя эту ситуацию переварил, как воспринял? Ну, безусловно, это очень неприятно. У всех было большое желание сыграть, прошли большой путь и, можно сказать, обрубили нас немножко. Но в любом случае это время, чтобы подготовиться, время отработать то, над чем не успели поработать. И в любом случае нужно стараться использовать данное время на благо. Ты, когда мы были на прошлой открытой тренировке, ты ее пропускал. Капин сказал, что что-то с локтем. Можешь рассказать подробно? Да, уже все в порядке. Ты готов? Конечно. Матвей, Юргий Джеки сказал, что надеется, что летом все вернется на пруду своя. У тебя какой у меня? Когда сможем играть? Ну, мне никого не интересует, я думаю. Поэтому я жду того, что мы вернемся летом и сможем сыграть уже официальный матч. А в каком статусе? С флагом или хотя бы без слабых гимн? Ну, понятно, всем, что хочется услышать гимн на стадионе, это будет в идеале. Но в любом случае мы хотим играть и какая будет возможность, так и выйдем играть. Как ты считаешь, в чем ты прибавил после работы с Кафановым? Я не могу выделить что-то одно, потому что тренер опытный, стараемся работать над всеми аспектами игры. И, наверное, можно сказать, что прибавил во всем, как бы это ни звучало, но так и есть. Но все его, знаешь, выделяют чуть ли не как лучшего тренера России точно и одного из лучших в мире на данный момент. Что такого особенного он делает с вратарями, что они в любом клубе играют на высоком уровне? Ну, это, безусловно, очень опытный тренер. Который знает, как найти подход к футболистам. И очень важное качество – это то, что мы общаемся, общаемся о проблемах, общаемся над тем, как лучше исполнять какой-либо элемент. И я думаю, что за счет этого и происходит большой прогресс. Я видел, что он к каждому из вас так по-отечески относится, просто как к сыновьям своим. Ну, да, есть такое что-то семейное в нашем вратарском коллективе. Все прекрасно себя чувствуют, грубо говоря, на своем месте. А сейчас, когда в Краснодаре все вот так вот, ты как капитан чувствуешь заполнительную ответственность на себе? И вообще, как ты можешь описать то, что сейчас происходит в клубе, с учетом легионеров? Ну, я скажу, что у нас достаточно тяжелая ситуация. Можно сказать, полкоманда уехала. Но наша команда преображается. И у нас какой-то дополнительный прилив сил от того, что приходят молодые футболисты. Они добавляют нам какой-то энергии, желания. И я думаю, что по результатам понятно, что у нас все идет неплохо. И каждый футболист, который получает шанс, он старается им воспользоваться. Пришлось ли тебе пойти на понижение заплаты? Ну, во-первых, некорректный вопрос. Во-вторых, я скажу, что у нас в клубе все нормально в этом плане. Говорят, что вы начали вместо чартера ездить на обычных самолетах и летать. Маршрут гораздо дольше, в том числе и закрытого аэропорта. Ну, весь вопрос в закрытом аэропорте. И непонятно, когда его откроют. Поэтому мы добираемся просто как можем. Если вернуться к теме легионеров, Володя Лин после первого матча сказал, кто уехал, тот уехал. Про них уже забыли. Ты тоже забыл? Ну, я не могу сказать, что про них забыл. Потому что уже долгий путь пройден вместе. И все равно важно, даже с теми, кто уходит из команды, не просто там на полгода представлен контракт, а вообще уходит, все равно продолжаем поддерживать общение. Поэтому я так не скажу, что я забыл. Но могу сказать, что мы сейчас должны справляться своими силами. Очень много ступен в Крестандаре. И спекуляция, что вы чуть ли не с чемпионата хотели сняться. И можете сняться. Вот Сергей Николаевич какую-то беседу проводил с командой, или что-то как-то успокаивало? Или что вообще происходит? У нас, нашу команду не нужно успокаивать. У нас так все в порядке. То есть нет никаких сомнений в том, что вы завершите сезон? На самом деле я не знаю, откуда такая информация пошла. Но у нас все спокойно. Нам не нужны какие-то беседы с президентом или еще что-то, чтобы быть спокойными. У нас все нормально. Касательно того, что ты сказал о подъезде легионеров, можно это понимать как? Этот легионер дал команде подъем какой-то внутренний? Не понял вопрос. Этот отъезд легионеров дал он команде внутренний подъем? То есть платил как-то вас? Ну, я же сказал, что отъезд легионеров, что нам добавил. Я могу так сказать, что у нас отходит часть команды, приходят другие люди, и мы должны как-то справляться. И у нас есть какое-то сплочение определенное. Поэтому, наверное, вы правы. Могу сказать, что да, это так. В конце года ты дал такое яркое интервью и сказал, что карьера Акинфеева – это не потолок. Это у многих так взволновало эти слова твои. Что не так? Ну, что дерзко. Почему дерзко? Потому что Акинфеев – это лучший вратарь в России, там, наверное, за очень-очень многие годы, может, даже лучше. Я с этим не спорю. Но что значит его карьера не потолок? Что можно уехать в Европу или что именно? Ну, к примеру, даже это. Ну, я прекрасно дошелся к Игорю, и его карьера – прекрасный пример того, как можно провести большой путь в одном клубе и добиться кучи титулов. Но любое дело можно сделать еще лучше. Любой рекорд можно побить. Поэтому я и говорю, что ориентироваться на это – да, можно. Но ставить это как под свой потолок – наверное, нет. Я думаю, если спросите у Игоря, добился ли он всего, чего хотел, или что-то можно было сделать лучше, он вам ответит, что можно было сделать лучше. И он скажет, что его карьера – это не потолок. Можно было сделать все по-другому и сделать лучше. Когда ты говорил это, ты думал о том, что есть вариант с Европой поехать в Европу. Просто года три назад ты говорил, что можно и в Краснодаре. Из Краснодара сделать топ-клуб, зачем учить в Европу? Я и сейчас так могу сказать, что из Краснодара можно сделать топ-клуб, но я говорил, что это сделать можно. Получится это или нет, все в наших силах. Я буду все для этого делать, но я не могу сказать сейчас, как пойдет мой путь дальше. И где я окажусь через год, два, три. Может, что-то случится, допустим. Сейчас тяжелая ситуация, непонятно, что будет дальше. Понятная ситуация сейчас, сейчас все хорошо, но во всех клубах вся ситуация может поменяться. Поэтому будем смотреть дальше и дальше решать. Каждый раз в окно пишут, что «Извинит» тебя хочет купить, чтобы закрыть вратарскую позицию лет на 10 вперед. Они хоть раз на тебя официально уходили? Нет. Ну, ты слышал про это? Меня папа скидывает и говорит, что опять хотят купить. Я говорю, ну, я не знаю ничего, нет информации. Ты видишься в каком-нибудь другом русском клубе, кроме Краснодара? Ну, сейчас нет. Какой был потенциал у Краснодара в арке, потому что все это врубилось в самый последний момент. Ты как видел его? Это мог быть самый сильный Краснодар в истории? Ну, я думаю, что… Вы сказали мою формулировку. Я думаю, что это мог быть самый сильный Краснодар в истории, потому что, наверное, это… Я всю карьеру прерывал в Краснодаре, и это был первый тренер, который очень основательно подходил к тактической подготовке. И у нас была куча идей, куча планов на игру. Мы их могли менять, и мы не были привязаны ни к чему, не было рамок. И я думаю, что на нашей команде хорошо бы отразилось то, что у нас убрали рамки и дали нам творить с определенными, скажем так, условиями. Я бы так это назвал. Как бы… Как он попрощался с командой? Мы приехали со сборов и провели собрание. Он сказал, что такая тяжелая ситуация… Там было через три дня, наверное, да. Что тяжелая ситуация, закрываются границы, и практически невозможно видеться с семьей. Очень тяжелое время. И сказал, что вынуждены они покинуть нас. Писали, что Криховик говорил о легионерах. Это неправда. Несоответственность? Ни капли. А какая была ситуация? Это несоответственность правде. То есть не было никакого собрания легионеров? Никто никого не подговаривал. Их личное решение? Ну да. Еще немного об этой новой реальности Краснодара. Ребят, давайте вопросы по сборной, пожалуйста. И просто хотел подвести к тому, насколько… Давайте закончим твоим вопросом. И дальше к вопросу по сборной. Физически себя чувствуешь из-за этого всего? Потому что Полус говорил, что у него после переезда на 17 часов ноги никакие. Как ты себя ощущаешь в личности? Ну, эти переезды тяжелые, но сейчас есть профессиональное восстановление, режимы. И в принципе, все это терпимо, грубо говоря. Какой-нибудь взять ФНЛ, там люди так играют весь сезон с долгими переездами, перелетами. Поэтому это не проблема. Да, нужно привыкнуть немножко, но у нас команда профессионалов. И я думаю, что в РПЛ это не особо большую роль играет. Как чувствует конкуренция за проторские позиции в сборной? Тренируемся, показываем себя и соревнуемся, скажем так, за первое место, чтобы остаться и вызываться на следующий сбор. Я думаю, так. Саша Селех много лет хотел вызываться, но вчера получил повреждение, уехал. Можешь рассказать о его эмоциях? Общались с ним? Как вы продолжались? Ну, о его эмоциях сказать не могу, но могу сказать о наших, потому что у нас очень сплоченный вратарский коллектив и нам неприятна та новость, что у него не получилось с нами дальше тренироваться. Безусловно, это потеря, потому что хочется все равно тренироваться вместе, максимально, чтобы нас было четверо, допустим. И любая травма кого-то из наших соратников в вратарском коллективе – это, безусловно, неприятная вещь. И до сих пор интересуемся, как он, как его здоровье. Ну, получше. Спасибо.